всем доброе утро доброе утро доброе утро мы едем в городец на улице у нас сегодня такая же погода как обычно хорошо нет дождя с утра даже солнце пыталась выглянуть а потом какой-то туман сел над нашим городом чем туман просто стелется покажу немножко наши окрестности у нас даже тут отель есть по ресторан калипсо направо дорога будет к заводу моторному и светофору тут у нас перекресток магазин наши достопримечательности он даже тут и вал берез есть вал берез везде настолько у нас точек вот даже оказывается магазин чижик у нас есть на улице пирогова мы не знали чижик там недорогой магазин можно как-нибудь туда съездить посмотреть что там внешне что там как-то ничего не понравилось тогда у нас здесь тем более и но у съездить так съездить надо посмотреть конечно разину вот такие у нас тут окрестности дороги все разбиты просто ужас все такое еще серое ну как как почти везде разве только в южных городах там картинка то покрасивей солнце светит поярче настроение получше у нас вот так вот эти городе очка лавс и выезжаем сейчас на плотину горьковское водохранилище горьковское море как мы называем посмотрите какой туманище просто просто туманище горьковское водохранилище такая дорога вдоль моря справа блока слева море температура у нас сегодня 4 градуса да в машине у 3 показывает но здесь холоднеет Просто море же, море. Едем по делам. Я уже говорила, кто меня смотрит. Может, ему надо в военкомат за справками. И еще зайдем в торговый центр. Бонусы же горят. Сбир, спасибо. Бонусы жалко. И что-то надо приобрести. Хорошо бы кари открыли. А то придется завтра в Нижний Новгород ехать. Ударимся в поездки. Сидели-сидели дома. Тут в прошлый раз ничего не выбрали. Больше бы уж я какие-нибудь башмаки купила бы. И все, и делал бы с концом. А было что взять-то. Ну ладно, а что теперь? Ты, может, себе что-нибудь выберешь, что-то. Да? Посмотришь. А то же я не сороконожка. Мне, конечно, все мало. Но я ж не сороконожка. Ой. О, да, вот. Рыбак. Да, вон вообще еще. Ага, ой, сколько их. Но зато у нас каждый день передают. Опасно выходить на лед. Ну вот, конечно, мало ли действительно. Сидят-сидят, бах, и тонут. Да, нет, сидят-сидят. Толстый идет еще. Не знаю. Все равно опасно. Где толстый, где тонкий? И уж не убедились. Заезжаем в такую гору. Здесь шлюзы. Это река Волга. Ну, туман как-то здесь все-таки более-менее рассеялся. Здесь вообще это было. Вообще, да. Нет. Вот уже какие-то очертания и Волги, и море. Но все еще замороженное. Да, вон, берег-то виден далеко. Как-то масло. Здесь уже все, да. А туман рассеялся. Вот городец. Богоедем, едем, городец. Там сухогрузы. Судоремонтные. Судоремонтные? Да. Ой, ой, ямы. Видите, какие у нас ямы? Это просто надо быть каким-то шумахером, чтобы тут проехать. Да еще вот, ладно, сегодня дождя нет. А если дождь, эти ямки заполнены водой, можно так вляпаться в эту яму, что мало не покажется. Видите, какие горы, березки стоят. А в прошлом году мы ездили, мы когда ездили с тобой? В январе ездили. В январе ездили. Дорог-то вроде была хорошая, да? А сейчас вот все разбилось как-то быстро. Без десяти, наверное, десять мы выехали, да? Да. За сколько мы доедем? Тут езды так. Да минут двадцать тут езды. Ой, ужас, какие ямы. Кошмар. Вот здесь живут, и сосны прямо на домах клонятся. Вот уезжаем в городец. Уже очертания такие дома. Домешек много разрушенных. Уже я, конечно, показывала, кто меня смотрит давно все это. Вот. Дорогу где-то заляпали, где-то нет. Ну, в общем, работы. Вот хватает этих ремонтных работ на год. Все, на следующий сезон снова начинается это взрывание денег в землю. Снова то же самое. Ну, вот, въезжаем. Говорим, там внизу такая разруха, ужас просто. Говорю, как экскурсии-то возят сюда? Муж говорит, по верху возят. Ну, да, там где автобус ходит, а мы же вдоль реки там внизу едем. Здесь короткая дорога, а там дорога длинная через все поселки. Ну, вот, въезжаем в городец. Конечно, здесь и есть что посмотреть. Ну, вот такой вот городок. Маленький, с древними домами. Что-то. Что-то тут все-таки привели в порядок. Что-то еще не совсем. Городецкий колоденец. Снег весь здесь растаял. Ой, улочки узкие. Машины со всех сторон не проехать. Музей, городец на Волге. Еще вот такие все тут. Мы сейчас едем в военкомат. Вот здесь такая площадка тоже сделана. Туники. Все для людей. Все для людей. Ну, да, где более-менее тут вот туристическая зона. Так получше. Получше. Ну, вот такие вот как бы пряничные домики везде. Русская глубинка. Что и сказать. Город мастеров. Ну, все. Вот приехали к военкомату. Здесь такие ели у них голубые. Лепенина такая. Ну, все как-то здесь еще руки не дошли. Что-то я в машине даже замерзла. Помадой все время вот этот воротник. Он же вот так. Всегда задеваю губами. И вот результат. Сейчас он сходит быстро. Там ему какую-то справку надо взять. И пойдем, наверное, в торговый центр. А может, где-то еще и погуляем. Наверное, в торговый центр сначала сходим. Ну, все. Муж идет уже. Сейчас поедем. Ну, что, у вас сегодня все там. Дали справку тебе нам, да, что-то? Даже две, наверное. Две на что? Просили. А куда теперь тебе эту справку? Пока никуда. Ну, а так вообще она... Ну, для поликлиники вдруг ты захочешь. Захочешь. А мне для поликлиники? Как родственницы. Да, и как ближайшие родственницы. А вторую справку для санатория взял. Понятненько. Вдруг ты захочешь в санаторий. Почему бы нет, если дадут что-то приличное. Приехали на автостанцию. Вон, голубей, какая радость. Купается как активно. Ух, банный день. Ну, вот здесь, можно сказать, центр. Центр городца. Так, вот выходим. Вот улицу центральную. И здесь вот торговый центр. Выходим. Ну, что, зря мы приехали. Да, ну, хоть в туалет сходим. Зря мы приехали. Карий не открылся. Ну, вот тогда так говорят. Вот через месяц откроется. Ну, факт, что... Скажем, неизвестно. Неизвестно. Через год откроется. А может и никогда. Придется ехать нижний. Вот здесь торговля, кофточки, костюмчики разные. И велосипеды, и самокаты, коляски. Тут спорттовары. Слушай, хоть для разнообразия из дома выехали. Так. Да, за справками все равно... За справками все равно нужно было ехать, да? Тут какая-то посудка. Судка. Это что такое? Какая-нибудь арома. А, это для аквариума. А, это для аквариума, точно. А я думала, как арома. Это лампа, что ли. Для аквариума. Здесь вот какой-то обувной конты закрыт. Лопоток, лопоток из джинсовой одежды. В общем, сейчас и коротенькие штанишки, как бы, в моде. Сдаются и расклешенные. То есть, можно ходить в любом. Какое кому нравится. Какая кому мода нравится, такой ходить можно. Вон какой интересный. Весь в блестках. Супка дорожная. Тут вот одежда на каждый день джинсовая. Смотрите. Муж уже куда-то убежал. Такие штанишки. Сильно что-то нет. Такие штанишки. Курточки. 650 рублей скидки какие-то. Санка. Тут мужская одежда. Костюмы от 1900 рублей. Ну вот, любимый фикс прайс. Так, здесь тоже бельё моё. Ну, мы идём в фикс прайс. Посмотреть, что здесь. Что здесь есть в фикс прайсе. Смотрите. Какие-то лаванда в ведёрках. Интересные, да? Интересные, да? Симпатичные. Для интерьера. Вот что. Вот. А ничи на глазки. Вроде бы как розочки, но вот как плющ. Листочки. Орхидеи. Тут разные, всякие разные цветы. А тут вон плодовое дерево. 199 рублей. Что-то я такое интересное нашла. Мы даже так сделали. Только, наверное, привезли. Ещё не разложили. Цветов так вот. Вот. Всяких разных искусственных панно. Вот это что такое. Такая штучка. Панно такое. Зелень. На стену. Украшение. Ящик декоративный. Интересно, да? 149 рублей. Свечи, коробочки опять такие. С сердечком появились. Ну, может быть, они здесь давно. Потому что здесь такой, в общем-то, фикс прайс. Я бы не сказала, что большое. Но тут такое много всего. Разнообразное всё. Ассортимент разнообразный. Отвивающиеся такие цветы. Тарелка такая. Огромная. Сервировочная. Красивая. Такая. Такой цвет. Приятный. Вот какой. Смотри. Это какое блюдо. Оно такое толстое, что ли. Я хотела его разделить. Такое гладкое-гладкое, да? Классное, да? Ну, тяжелое. Гладкое какое-то. Качество у него интересное. Толстое. Красота, да? Ну, это вот хорошее. Как называется эта фирма? Кетчин, что ли. Интересное блюдо. Вот это горляк. Химкин. Химкин, да, Москва. Фига себе. Фига себе. Фига себе. Так много что в химках изготавливается. Так, а это для чего? Какая-то подставка. Подставка для... Кофейных капсул. А, для кофейных капсул. Трафарет кондитерский. Так, это что? Ну, такая вот формочка. Интересная. А, это типа как масленка, но почему-то здесь без крышки. Не масленка, а ну, я не знаю, в общем, какая-то емкость с крышкой. Сюда ты в срок пол. Ну, смотри, тут вроде бы как она с крышкой должна быть, но ее нет. Да? Стащили. Ну, вот видите, к Пасхе много. Да, стащили. Ну, не стащили, куда-то перенесли с крышкой. Ясно. Сколько такая стоит? Масленка это называется, кстати. 149 рублей. Эти вот набор этих мисок. Вот. К Пасхе много чего появилось. Вот разные наклейки. Эти формы пасхальные. Всякие курочки, яички. Вот такие вот. Цыплятки. Цыплятки, зайчатки. В корзиночках такие вот. И здесь все для сада, огорода. Такая кашпо садовая. Кривое, правда. Кашпо. Смотрите, какая декоративная фигура. Интересно. не болтать. То есть. А это призадумалось. Полочки такие беленькие. Это темные. А это такая фигура. Смотрите. Лежит, отдыхает. Лаванда. Декоративная фигурка. Лаванда. И девочка такая. И вот такая девочка еще. Интересная, да? Симпатичненькие. Симпатичненькие. Симпатичненькие девчонки. Вот она так валяется. Мне прям понравилось. На подоконник даже так положить, да? Интересно. Лошадка. Вот. Смотрите, какое чудо. Корзина декоративная. Такой, как из фанеры. 199 рублей. Вот такие вот горшочки. Кашпо. Беленькая. Здесь полочки какие-то. Пылочки, ключницы. Рамки. Большие рамки даже. 199 рублей. 40 на 30. Белая рамка. А, нет, это не рамка. Это холст на подрамнике. Можно что-то рисовать. Холст грунтованный на подрамнике. 30 на 40. Можно что-нибудь. Кто-то художники изобразить на холсте. Там рамка. Тоже 199. Такие вот рамки. Это здесь фото рамка мотоцикла. Туда можно вставлять фотографии. в длинном бароне. Угу. 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 полка настенная такая достаточно длинная полка полка настенная 299 рублей недорогая цвет хороший такая как у нас на кухне она гораздо короче у нас вот такого нет здесь ассортимент такой более широкий многого нет так вот нашла подключительное стекло мужу надо у нас в нашем нет правда черные такие мрачные ничего что здесь есть светодиод скульптом метеостанция светильники всякие разные лампы светодиодные даже есть клавиатура всякие разные цветильники тройники углинители мышка это лампа светильник ночник это как свеча на 30 249 рублей как бы еще достать очень сложно а вот такая с этим вот так его с язычком с таким и по-моему это натуральная свеча девочки да да натуральная свеча 249 рублей одна я тогда три брала такой светильник классный вот этот вот язычок когда горит он колышется как как настоящий но и свеча настоящая у нас такого даже и в помине не было так вот здесь все так наставлено что ни к чему не подойти по-моему такой же ночью одинаковая они свечи светильник ночник еще такой цветочками кстати здесь есть какой светильник интересный как глобус что ли там просто стекло с вами достанем такой вот в виде глобус здесь органайзеры вот это у нас вроде бы как и есть такие повязки розовенькая какая с бантиком такие вот органайзеры какие-то ящички достать не достать то есть вот эти вот ящички выдвигаются двести девяносто девять рублей всякие разные контейнер в общем очень много всего сумка сумка 199 рублей косметичка чемоданчиком таким по бокам еще молнии тут молнии девочки какие шляпы здесь обалдеть смотрите какая красота сразу хочется на море это звезда морская а здесь какие 199 рублей такая шляпа смотрите всякие белые и синие с ромашкой даже с такой сеточкой всякие раковины морские каких только нет и розовые там с каким-то цветком и с арбузом подумать только вот это вот вообще красота солнце солнце вот еще какие уже разноцветные эти ну вообще у нас такого в помине нет вот такие вот бейсболки такие вот на Пасху цветы думаю на кладбище надо будет вот какие-то все-таки один лукетик поставить я хоть живые ношу но все равно как там у меня наверное что-то вырастет еще сажала может быть отродились цветочки здесь вот такие салфетки кружевные кружевные разные-разные всякие вот такие контейнеры 299 рублей вот на колесиках видите не вытащишь посмотреть конечно вот так вот то есть под раковину вставить раз выдвинул и там все лежит под раковину под этот под сифон ну да такая невысокая на колесиках удобно но у нас там стоит ведро хлебница хлебница ножички всякие разные керамический керамический металлический металлический такой вот 49 рублей поломник силиконовый такая вот матрица лопатка лопатка аппликатор она и так еще и разрезает вот такой вот так ладно господи как ее тут надеть щипцы стаканы такие симпатичные все 15 лет таматнички все керамический таматнички сервировочное сердечко такое банка это банка что ли для кофе банка не пойму на посмотреть одной рукой неудобно вот она так откручивается тяжелая банка вот подставок чайники будто связано это 299 пресс вот этот вот 249 как медные кружечки Кважечки. Он у нас не надеет смещений. Даже очки для чтения есть плюс два. А это что? Барышники, кисти. Это что такое? Интересно, тяжелые. Вот видите, какой здесь резной дом. Здесь что-то напитено. Жили люди здесь. Смеялись и плакали, торговали и воевали. Горели и строились, и изжали, умирали. Оставались в делах. Возвращались, приезжали, рождались и росли. И строятся, и смеются, и плачут, и умирают, и останутся. И сварят варенье, и испекут пироги, и напишут книгу, и покрасят дом, и будут здесь жить. Ну да, так оно и будет. В общем, решили прогуляться. На берег Волги. Вот сувенирная лавка здесь. А вот эти старинные ворота? Ну вот старинные ворота, да, тут такая рыба изображена. То есть эти все. Что-то про эту рыбу рассказывали вроде бы как типа кита, но не знали, как выглядит кит. Ну что-то такое. Ну да, как вы, интересно, можете почитать наличники резные. Все такое вот. Старинное, старинное. Что-то приведено в божеский вид, а что-то нет. Вот здесь дом какой. Ну это музей здесь. Все такое резное. Резное все покрашено. Облагорожено. Некоторые домишки прям совсем. Совсем плохенькие. Ну да. В прошлый раз вот мы сюда же подъезжали. Ну пряничная лавка. Слушай, пойдем вот сюда, с ней. У меня за собой не будет. Пойдем. Ну вот здесь вот это вот как набережная. Внизу этот город мастеров. Хотели по низу пройти. Что-то мы не той улицы пошли. Там грязно, машины едут, все брызги летят. А там уже поднят. Мы можем спуститься так, конечно, по этой лестнице. Ну что, нечего. Спускаться. Внизу, не вверх. Ну да. Вот какой здесь вид на Волгу. Деревья, пока нету этих листьев. Листьев нет, да. Сверху. Сверху. Такая вот широта. Необъятная. Там идет строительство. В общем, набережную увеличивают. Удлиняют. Что-то там будет. Прогулочная такая набережная будет. Прогулочная зона. Здесь вон домишки совсем плохенькие. Ну, не совсем еще. Ну, не совсем, но так все выглядит убого. Потому что сейчас весна, еще все серое такое. Летом все как-то по-другому смотрится. Зелень. Да, зелень закрывает все это безобразие. А здесь какой-то потребный кооператив. Городецкое районное потребительское общество. Здесь он, доска почета. Вышло солнце. Сразу как-то радостно стало. Вот пряничный. Пряничный артель суворовых. Смотрюшка тут. Вот какое тут все резное. Ну, что там наводел. Здесь музей. Галерея добра. Мы уже здесь были везде. Вот тут печка какая. Кто не видел, показываю вам. Городец. Краешек. Какой тут самовар. Что-то там все отломали уже. Может, просто на время зимы. Ну, треснул этот самовар-то. Печка русская. Собака. Она здесь всегда лежит. Старенькая уже. Городецкие пряники. Городецкие пряники. Пряники стали не те, что были раньше. Ну, дом какой. Тоже вот так-то покрасить его бы. И все. Памятник. Остатки снега. Здесь управление культуры и туризма. Администрация городецкого муниципального района Нижегородской области. Досуговый центр «Метеор». А? А вот, кто-то посмотрит. Механическая завода Константина Владимировича Кузнецова. В себе городец. Усадьба купца Лапшина. А вот это сделали, видишь? А сейчас вроде бы как город. Такой город старенный. Ну, здесь есть и там микрорайонный уже высотный. Ну, какие высотные? Пятиэтажные, девятиэтажные дома. Сувенирная лавка. Александр Невскому памятник. Сироткин. Степан Григорьевич, мастер глиняной игрушки, свистульки. Вот внизу город мастеров. Да, вот смотрим напротив там, за Волжье. И вот там, где мы живем, вдалеке. Вдалеке, вдалеке. На той стороне. Мы же ехали через плотину. Вон там шлюзы. Вот этот город мастеров. И сейчас мы спустимся вниз. Здесь так ветрено. Здесь всегда с реки ветер. Будем спускаться вниз. Вот тут Крюков Дмитрий Иванович, мастер городецкой росписи. Вот Богачёва Антонина Васильевна, мастер золотой вышивки. С 29 по 86. Чем славится городец? Кто интересовался? Вот, пожалуйста. Так, здесь информация для туристов. Музей, квартал. Вот, пожалуйста. Телефоны, музеи. Вот так вот выглядит город мастеров с задней части. Вот мы уже так спускаемся. Вот на обратной стороне тоже здесь выдающиеся люди, городца. Я только смотрю с одной стороны. Так тут высоко. Что может даже голова закружиться. Вон Смирнова Просковья Дмитриевна. 17 по 2002 год. Мастер глиняной игрушки. Тоже свистульки. Вот. Всё вот загорожено. Всё чью-то набережную расширяют. Удлиняют, строят. Любушкин Александр Фёдорович. 41-й, 17-й год. Мастер резьбы по дереву. Резьба по дереву. Вышивка золота. Игрушка глиняная. В общем, мастеров здесь много. Жили и живут. Так, муж у меня уж вон там бродит по набережной. Так, а с этой разгулова Анна Дмитриевна. 1929-й, 2000-й. Мастер глиняной игрушки. Тоже свистульки. Так, здесь у меня какие-то жернова. Мельница, вроде того, что... Так, спускаемся. Последние ступеньки. Здесь детский городок. Построили небольшой такой. Где можно детям чем-то заняться. Такая вот лестница, в которую мы сейчас спускались. Мельница. Город мастеров. Там каких? Школьников привели, что ли? На экскурсию привезли. Ну, уж уже он на качеле качается. Раскачивается. Вот такое вот красивое, резное, бревенчатое здание. Здесь там музей. И мастер-класс там проводят. Вот Лебедев Игнатий Клементьевич. 1863-1943. Мастер городецкой росписи. Вот такое вот здание. Здесь скамеечки. Можно отдохнуть. На экскурсию приехали. Видите, какие ставни резные. Здание. Логинов Михаил Антонович. Мастер везьбы по дереву. С 46 по 2001. Какие здесь нарядные ходят. Такие здания. Город мастеров. Кто еще не видел. Конечно, ну, кто ни разу не был, интересно хотя бы один раз посетить древний русский город. Такой, который сохранился в своем таком самобытном виде, можно сказать. Вот, как тут колодец. Сейчас пройду, покажу вам все тут, как и что. Срубная изба является аналогом 16 века. колодец. Тут какая-то церковная лавка. Ну, нужно закрыть. Вот какое колесо огромнейшее. Колодец со ступольным колесом. Такой макет, конечно. Такое вот ведро кованое. Здесь дровница, плетень. Видите, какие тут интересные дерева. Какое-то животное, как будто бы журавль или аист. Кто здесь? Колодец. лестница там. Избушка на курьих ножках. И кот ученый ходит по цепи кругом. Вот так вот здесь. Как денек-то разгулялся. Солнце светит. Красота на улице. Теплота. Даже греет. Греет. Солнце хорошо пригревает. А я еще думаю взять очки или не взять. Как-то было пасмурно. Очки не взяла. Ну, пойдем вот здесь может. Вот здесь культурно. Культурно? Да, культурно одинаково. Одинаково. Так, вот спускаемся вниз. Здесь еще, видите, снег лежит. вот здесь торговые лавочки. Санаторий Городецкий. Вот здесь ложки, салфетницы, лопаточки. Такие. Колокола. расчески, гребешки разные. А сколько ложек стоит? Вот это листик. Вот какие тут клоуны. Малички, добрый день. Сбейте не банчай, не убирайте. Свечи даже, да? Свечи ароматизированы в дереве вот такие с пожеланиями в банках. А свечи они чем аромат? А запахи разные, запахи на донышках все подписаны. Есть цветок. И сколько они стоят? Свежее. Вот эти все по 500, маленькие по 300, побольше которые 700, большие 1000, 1300. Горят очень долго. Даже маленькая свеча горит около 5 часов и дольше. поменьше. Угу. Вот тут и мечтай. Все. Прянички. Ох, как чем-то пахнут эти. Свеча, наверное, горит. А вон там эти глиняные такие красивые. Вот надо же кружку. Глиняные тоже эти плоски красивые. Прянички, смородинка, клюква, вишня, классический городецкий и в форме сердечка. И это самое. Уж не купить ли нам пряничка. Помадка. Какую цену помадку у вас? 350. У нас 200 продают. У рынка в этой ложке. Ну, то есть тут все, конечно, дороже. У нас я по 200 покупаю у рынка в киоске. Ну, здесь же для туристов. А мы не туристы. Мы тут уже все изучили. Ремка здесь это печка. Все свистульки. Все тарелочки. То есть для туристов все дороже. Чуть ли не в два раза. Так что вот такая судьба туриста. Вот такие. А это вот как раз городецкая роспись. там вот уже береста от неградецкой по-моему. подставочки. подставочки. Всякие ножи из фанеры. Вязаные игрушки. В общем, кто хочет приехать сюда и заколочки. И вот это вот такая трещотка. Трещотка. Так, здесь глины. Магниты. Игрушки. Дамочки. Мудовуха. Здесь уже из кожи изделия. Из натуральной. Ну такие. 200 рублей карта убирается. Визитчик права. 3-4 можно туда положить и будет очень у вас эстетичный. Время. Обложка на паспорт от банковской карты такие. Водительская тема. Хорошо. Маленькие кошелечки, сумочки небольшие. Да, сумочки в какую цену у вас? Три с половиной. Три с половиной. Рюкзач может понравиться женских красивых. Нет, Отснаешься. Все, теши. Я люблю шутки. Ты, нет, я рюкзаки вообще не ношу и мне это не нравится. Тебе не надо эту штуку, что ты присмотрел там? Чего? А вот это вот. Для чего? Это для карточек? Так, ланковской трава можно положить очень эстетично. Или у тебя все есть. Приятная осень. Все есть у нас, да, Василия? Да, по коже понятно. Коша я в нижнем купил лет пять назад. Ну да, мягкая очень такая, да, приятная. Кожа натуральная шлица, износа нет. Вот, здесь так все. Летом, конечно, лето есть лето. Все тут цветочки, все красиво. Вот видите, как издалека смотрится город мастеров. летом даже ради прогулки сходить в музей, посмотреть этот древний город. Очень даже и неплохо. Советую. Здесь замочки повесили. Наверное, кто сочетается браком. Замочки, говорю, вешают, наверное, кто сочетается. молодые. Да, ну, наверное, открывают летом, когда это. А сейчас закрыто. Да, конечно, так думаем. Видите, даже все вот там было красиво нарисовано. Сейчас все облезло. За время зимы перепады температуры. Вон там якорь. Уж что-то там мне говорит. Я, конечно, ничего не слышу, что он там говорит. Сейчас подойдем к водичке поближе. Смотрите, какая полноводная сейчас Волга. В общем, очень много воды. Ну, конечно, лед растаял. Все. Никакие ледоколы не нужны. Течение приличное. Все уже Волга. Волга тронулась в путь. Такая вот здесь ширь. Вот так вот все отсюда смотрится. Конечно, все здесь приведут в порядок, уберут всю грязь. Будут принимать туристов. А сейчас продавцы стоят, им грустно, никого нет. Школьников привезли и все. Ну, купили они там по свистульке ножичек. Цена, видите, я покупаю помадку, городецкая помадка за 200 рублей у нас в киоске. Там пряники и все. Здесь 350. Может, это она от себя говорит, там цена даже не написана. Так что вот. Муж уже куда залез, рукой машет. И там тоже замочки, да? Тут идем, смотрим, замочек валяется, уже расстегнутый. Говорю, кто-нибудь, наверное, развелся, пришел, открыл этот замок и выбросил с горя. Вот так. Смотрите, небо голубое, прям погода разгулялась. Красота, чтобы не гулять-то. У меня ж это муж как-то это, вроде бы. А мы пойдем куда-нибудь, а мы пойдем куда-нибудь или есть домой приедем. Рассказываю про тебя, а мы пойдем куда-нибудь есть или домой приедем. Чувствую, тебе не хочется никуда. У тебя, кстати, шарф что-то вылез весь. Надо расстегнуть куртку, шарф поправить тебе. У тебя что-то вообще все выехало. А чтобы нам с тобой и не сходить куда-нибудь, может быть, шашлыка поесть. Или ты не хочешь? честно 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 говоря, я как-то так не очень. Я даже не знаю что. А может блинов сходить поесть? Там какой-то помнишь там блинные как в центре там где у фонтана. Может туда сходить посмотрим что там. Просто хочется где-то посидеть не дома а где-нибудь сменить обстановку. Да? Вот березы где-нибудь посидеть. Ой ты. Вот видели такое городничье и смотрите зеркальное отражение по улицам площадям в общем воспрещается и не поймешь я даже никак не прочитаю. Смотрите как самолет летит. Какая широкая полоса. смотрите у него две 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 полосы. Гостиница ресторан бизнес ланч 160 рублей шашлык сауна проведение свадеб банкетов. Так идем дальше. Все вот это старинный вот этот кирпич который уже рушится. Она мне вон туда наверх наверное надо. А мне кажется надо здесь. Ну давай здесь пойдем. наверное туда пройдем вот так я уже прошла вот снова мы идем по ступенькам город городец город на горах видите какие замки замки висят вот мы идем все время куда-то надо подниматься съезд большой кировский так поднялись еще выше здесь какой дом какой-то обрешетка что-то будут делать а ну да да этот кирпич как красиво сделали есть деньги у людей все делают нет денег у людей живут они своими этими ремеслами так богато живут говорится гостиный дом Андреевский на горе вон тут сибирское здоровье вон какой этот балкончик вот идем туда вот к центру сейчас где-нибудь печкин пекарня где-нибудь по поедим вон кофейня провинция кофе я сегодня уже выпила не пила неделю наверное утром выпила кофе с молоком с сахаром и как мне было вкусно вообще городецкий пряник сувенир кофейня вот здесь фонтанчик который еще не работает сувениры городкафе блин на любовь вот сюда мы хотим зайти вот самолет чего-то так рассеял смотрите не может такого быть гадость какую-нибудь что ли размесли нам муж говорит это так двигатель работает ничего не развеяли кто его знает ладно вот здесь меню блинолюбов можно посмотреть так хрустящие нагельсы сырные палочки картофель фри по-деревенски бомбическая лапша с курицей с беконом с овощами с грибами с морепродуктами сливочный крем-суп холодные коктейли молочные коктейли авторские напитки зерновой кофе ой коктейльчик я какой-нибудь наверное хочу а еще чего я не знаю даже так а про блины вообще ни слова да вот все сторон так обойдем обойдем о меню блинов точно пепперони ветчина сыр чиз фиш прям такие названия блины сладкие айс блин сливочный абрикос айс блин это что с мороженым что ли банан с шоколадом зефирный вишневый амарет ой я амарет хочу амарета ну это наверное как с мороженым видимо сладкие блины а вот еще с красной икрой 350 рублей а рыбный пир 550 рублей я все думаю рыбный пир да что это такое да что там с этой икры этой положат я не знаю один блин может быть ну да жульен дары моря классный с мясом шаурма цезарь ну вот ты что хочешь я все читаю и не могу понять и не знаю что я хочу да ну вот зашли здесь вот так вот все вот ну что мы отсюда выходим мы наверное в другое кафе заходили наверное рядом там просто зал и сидят а тут как-то все не очень мы наверное сюда вот заходили с тобой в кафе грант да зайдем читаешь не знаю что здесь кафе какое-то не знаю что здесь вот так вот здравствуй пришли в магазине такая вот кафешка здесь есть мы как-то здесь были наш продукт сейчас здесь посмотрим что есть зашли в то кафе почитали почитали и ушли вот здесь смотри вон видишь все на экране все видно в общем-то мы вот сели в этой кафе смотрим вид за окном здесь вот так вот все уютненько так здесь видите сейчас я перебрала вот так вот здесь столик здесь такая арка находишь нужно повесить одежду здесь и кофе делала вот туалет здесь есть можно взять ключ и ходить вымыть руки здесь масло соль пакетки сейчас здесь перекусим в общем вот так вот с карием неудачи придется завтра ехать в нижнем я сегодня с такой сумкой вспомнила свою туалетскую сумку неудобно на плечо повесить все так принесли мужу шаурпу с говядиной да у тебя не клюквенный морс салат цезарь с чем у меня с лососем по-моему да вот такой вот я еще заказывала мы еще заказывали блины и хлеб еще ты чего по солнечным маслом захотел ты спачкаешь им под нос ну Василий что же это смотрите там такая в общем ничего не порезано почему-то я думала все-таки будет что-то порезано все так крупно все так крупно да для этого дали нож сейчас будем пробовать я еще ем салат ну салат так вкусный принесли еще гренчики с мясом я объемся вот и так вот чай еще принесли нам там что-то такое вкусное сладкое какая подача там греется на свечке скажи как блинчики горячие да как может слово молвить горячо блинчики пробую начинки много сейчас не буду припас пробовать чай еще и решила выпить еще принесли нам какую-то то ли мандариновый то ли апельсиновый и тут это штучка чего это варенье да какое-то да сахар принесли то есть какой ну там салфетка тебе пробуй скажешь скажешь что это не знаю какой-то цитру да попробуем сидим пью чай под б сама муча красотища решили прогуляться сюда на эту площадь здесь феодоровский монастырь мы были да мужской мужской монастырь мы были прошлый раз здесь и там вот памятник женщине кто она учительница да которая вывела во время войны детей личный огонь собор кто тут не знает что за собор церковь но она была закрыта может и сейчас закрыт вечный огонь горит и вот экскурсии рассказывают как вот эта женщина вольская матрена исаевна вот она руководитель военной операции дети которая вывела из посла 3225 детей из смоленской области учитель начальных классов и девятнадцатом году родилась 78 но умерла смотрите как вороны или это грачи но мне кажется это грачи грачи прилетели мне кажется смотрите гнезда они вьют черный в общем некоторых ворон не отличишь от грачей в общем они мало отличаются чем-то отличаются клювом что ли ну смотрите вон они один зазывает наверное самку там уже сидят парой у гнезда да уже вот в гнезде да ну и все птицы вьют гнезда ну там уже занято место сейчас сколько каркань ну не знаю может быть это и вороны может тут и галки и все на свете в общем грачи прилетят а вороны все заняли уже что ли не знаю кто это мы сейчас вот зашли тут во двор этой церкви которая была закрыта ну там открыто в общем-то здесь вот кладбище церковных работников мы как-то здесь ходили в общем здесь очень такие древние эти могилы очень древние могилы мы так все тут проходили смотрели сейчас уже не пойдем на могилах видишь они древние а вот цветочки эти искусственные стоят только здесь ухаживают виновалы давности то есть какие-то родственники не знаю ухаживают же кто-то ухаживают те же наверное вот эти здесь священнослужители наверное может быть где-то есть где-то нет кто знает здесь нет здесь нет здесь вообще вон все так вот здесь вот такая церковь что это за церковь покров престы да пресвятой богородицы наверное так вот бронетранспортер танк здесь стоит тут администрация в общем все здесь и церкви и администрация монастырь ну все прогулка наша закончилась по городцу едем домой всем пока-пока